Анна Алексеевна, вы журналист Красноярской газеты. Наш Красноярский край, краевая губернаторская. Это здорово для меня, это почет такой, дар приехали, я вам рад. Я хочу вас удивить, удивить как? Значит, очень много вначале было слухов, а когда появился интернет, это стало уже живой легендой вот этот сад. Я вам хочу доказать, что он действительно особый, стоит внимания, и что Красноярск, Красноярский край, Хакасия, все должны иметь право и должны иметь такие сады. Стоим возле персиков. Дело в том, что их не должно быть здесь. По одной простой причине. У них морозостойкость 30 градусов. Везде где 30, и если постоит 30 еще там дней 3-5, они все погибают. У них очень много врагов, у них очень много болезней. На юге у нас, у нас же как, Украины теперь нет, а Украина, это самый юг был, Херсонская область, Николаевская, Одесская, Крым. Ну еще где-то чуть-чуть, и больше персиков не было на весь Советский Союз. Вот, пробовали, да, где-то, но укрывать, укрывать, укрывать. Что такое укрывать? Сегодня укрыл, у тебя вот такие вот плоды, прям с магазина, укусил, выплюнул, выросил, о чудо, аж вот такие могут вырасти. А на следующий год, это же укрытие, они же из апреля. Сегодня снег, сухой мороз, под снегом вьют. Завтра снег сырой, мокрый, сгнило, и так бывает. Бесснежные зимы. Вот, если сейчас, у меня самое страшное, я ведь не просто так говорю, я хочу, чтобы вы убедились, чтобы люди потеряли страх. Чтобы, когда им говорят, а им говорят специалисты. Этого не может быть никогда, в железовой микрозоне. В этой микрозоне, первый снег, вы поверите, мне приходится креститься, А у меня есть специальные ролики, где я это показывал людям, у меня же гости круглый год. Вот, в феврале выпал. А мне говорят, а у железа два метра снега, поэтому у него все растет. А у меня абрикосы, я вам потом покажу, в трехэтажный дом, да? Вот, в трехэтажный дом. Какой там снег? А снег выпал первый, вот столько. А тут в этом году было, в феврале, да? Да, я пример привожу. То есть у нас из десяти зим 9-8 бесснежные. Снежные, это по колено, один раз выше колено, и один раз по пояс за 30 лет. Вот, смотрите, я к чему говорю. То есть, откуда оно берется? Снега нет, не замерзает. Они привиты на дикий маньчжурский абрикос. Значит, что абрикос минус 50, допустим, держит. Персик 30 держит, 50 плюс 30 пополам. И если привить, это один из моих величайших секретов. Проще паре на репу, но почему-то учат прививать на высоте 60 с этим. В 40, скелет, все это чепуха, все это неправильно. Только у земли. Вся крона культурная, весь, все корни. И вот столечко от штамбика дикая. То есть, 50 на 50, 50 плюс 30 пополам, 40. И как я в таких случаях говорю, если у меня этот ролик дойдет до Академии наук, хохот будет стоять. Ну, хохот хохотом, а вот они. Теперь смотрите, я его нахожу, именно этот сорт, он в самом расстойке в мире сам по себе. А как вы его находите? А я, слушайте дальше, я его нахожу в поселке Сизоев. Не доехали, да? Самая страшная зима за те 30 с лишним лет, что я тут живу. 31 год я тут живу. Самая страшная. Неделями держалась за 40. 40, 42, 43. Для нас это холодно. Мы же юг все-таки. В Красноярске еще холоднее было. Тогда было чуть ли не 50. И у нас в Типе было 45-47. А у нас завод алюминиевый. А там табло. И каждый день идем на работу 43-45-47. Но здесь все-таки и в Сизоеве до 45. И этот несчастный персик, обнаруженный мной в пенсионерке, замерз напрочь. Каким-то чудом. Он еще год продержался. А я уже за ним наблюдал. Слухи, слухи, слухи. А я самый такой этот, как золотоискатель, ищу золото среди садов. И нахожу. То есть я его смотрю. Он дал два десятка у меня фотографий из вот таких персиков. До зимы не вызрели. Вот. А теперь смотрите, мой подвой когда созревает? Мой подвой созревает в конце июля. Июля. Не августа, не сентября, не июля. И когда я на нем привил, что получилось? Были вот такие. Каждый год начали укрупняться. Идем сюда. Вот. Для чего мне нужны? Нужны доказательства, нужны факты. Вот. Сейчас я вам покажу. Уже, уже, уже. Вот они прямо. Да я вижу, на этом-то были крупнее. Да, два дня у меня не было. Ну хорошо. Пусть вот эти посчитают. Ну они зеленые, я хотел вас угостить. Ну, им уже подвой повлиял. Они согласны, наверняка вызревают. А что такое подвой, объясните мне. А, есть подвой привой. Подвой это то, на что прививаем. Я поняла. А привой это то, более нежное, более ценное, более качественное. Это привой. Там дикий манжурский абрикос внизу. Вот прививка у самой земли. Может быть, я вам найду зрелый. Вот они, смотрите. Ну ничего, это. Смотрите. Ну твердые. А, ладно. Давай. Пробуйте. Пусть они дозрелые. Давайте. Они у меня каждый день не связают. Знаете почему? Уже начиная с июля, здесь побывало сотни гостей. Меня уже хотели включить в туристическую программу. Мол, меня платят, я встречаю, я провожаю. Я, правда, отказался, но они и так едут без туристических программ. Да, мы такие. У меня абрикосов, знаете, сколько было в этом году? Больше 200 ведер. В маленьком саду в этом. Вот. Ну как? Ага. Не отдам. Ладно. Идемте дальше. Значит, есть один из секретов, заключаю в следующем. Не нужно воевать с природой, нужно ее использовать. Смотрите. Сейчас поймете, откуда эта красота, да? Откуда вот это берется. Вот это вот, вот это вот. Дело в том, что... Не знаю, попадет ли это в вашу газету. Ну, еще две минутки, еще один секрет. Назовем ее секрет номер два. Значит так. Кустовидная форма. Мы живем в Сибири, вы живете в Сибири. Большинство россиян, я же не зря говорю, что перчик там на юге Украины. Это тоже роскошь, согласитесь. Да, согласна абсолютно. Вот. Получается как? На большей части России применяется абсолютно неправильный прием. Вот посадили семечко. Ну, получается, ну, я вам потом покажу таких десятки. Нормальное дерево, оно имеет штамп. Нормальное пропорциональную крону. А плоды, как правило, из косточки, получается, не ахти. Часть из них повторяет материнское качество. Ну, а растойкость-то без прививок-то не та. Хорошо, если там где-то на Кубани вырастешь, в Ростовской области, Астраханская. Ну, в крайнем случае, там Курск, там может быть. Там еще есть какие-то шансы. У нас таких шансов нет. Все это должно замерзнуть. Значит, что получается? Надо прививать. Но, что такое прививка? Мы для прививки. Вот вам нравится вот это дерево. Вот. Посмотрите, тут сколько ветер. Оно обалденное. Обалденное. Есть там еще круче. Это мы просто идем по кругу. И вот они веточки, да? Вот они. И вот эта веточка бесценная. Она будет привитая. Вот такая была привита. А это боковая ветка. Боковая, боковая, боковая. И получается, мы из боковой ветки пытаемся вырасти дерево. Что получается, когда человек приходит на рыбу? Открываю один из секретов. Дело в том, что если вы поглядитесь к любой ветке, она тоже дает ветки. То есть она начинает так, так, так. Причем одни веточки получаются. Длинные. Я их называю ростовые. Вот. А другие покороче. А треть еще короче. Чертые такие коротенькие там со спичкой. Это уже плодовые. А на прививку крупные питомники берут каждую почку. Каждую. Эту, эту, эту. Эту из одной почки выращивают. Он может подрасти до такого расстояния. И больше никогда. Программа закончилась. Это же веточка. Понимаете? Она для своего. Она все. Да. А мы из нее дерево растим. А она выраста по колено, по поясу. Дальше хоть убей. А ее начинают заливать ядохимикатами, удобрениями, водой лить в воду. Что только не делать. И убивает в конце концов. А она еще бывает зацветет и заползносит. Два-три года. Я вам так и покажу. Два-три года уже все. А дальше не растет. Вот. И что получается? И еще. А некоторые все-таки попадают и нормально растут. Но тут начинают их уничтожать. Как? Зная, что кто-то придумал, что надо сделать специально штамп стандартный. Ну и семечко-то он, да, имеет этот штамп. А этот-то это все я должен был в свое время отрезать. Видите? Отрезать. А здесь Сибирь. А это роскошь. Это роскошь до 100 грамм. В данном случае 50 где-то. До 100 грамм, да? То она не самая моростойка, даже будучи принятая на сливу на моростойку. И что получается? Эту форму создала природа. Она уничтожила все, что росло сюда. Видите? И верх растет, угнетается. Да, да, да. Где плоды. А то, что нижний ярус все на месте. Вот это для красноярцев. Если у меня это растет без снега, без снега отлежалось, не было закрыто. Пусть Бога. Ну не было снега, не было. Я доказательства собираю, потому что мне скажут, что там это. А вы как? Вы просто верх убрали, получается? Я не убрал, это отмерзло. Она отмерзла сама. Вот же, тот же сорт, да? На нем обычно их каждый год три раза больше. Это уже на излете. Я же не формировал крону, и там ни одна ветка не замерзала. Некоторые ветки просто под урожаем рушились, отламывались. Я к чему говорю? То, что выросло из почки, не нужно уничтожать нижние скелетные ветки. Не нужно придавать высокий штамп. Вот эту форму. Не трожьте. Вы убиваете дерево. Я воплю на всю страну, на всю планету. Начитались английских этих авторов. И пошло, и поехало. И своих хватает тоже, умников. И что получается? Выросло там со штампом, значит, выросло со штампом. Там нет ран, я их не уничтожал. не это. Выросло это, а ее еще более, это как бы получается. Каждое дерево индивидуально. Там оно, видимо, пожестче, плоды чуть мельче, влияние подвое больше. Здесь вот эти были еще два раза крупные, представьте, роскошь. морозы уже не так держат. Отмерзла верхняя часть. Я что, потерял сорт, я что, потерял урожай? Вот. Каждый год несколько ветер. Представляете, вот такая ветка, если она выдержит. Я вам еще покажу, это еще не самое это. Вариантов много. Почему? Я не делаю ничего в саду. В этом году опять приходится крясться Богом, потому что, кто поверит, что ни разу не полито, ни разу не опрыскано, ни разу. Не удобрено. И удобрено, как в последний раз когда-то покупали камаз с перегном, не помню в каком году. Все. Вот. Удобрение только зола в печке, пашменьки каждый год, и то не хватает на веса. Вот. Вот этот момент очень важный. Нам подсказывает природа. Уничтожила верхний ярус, а нижний даже без снега. Посмотрите, красота какая. Не лезьте, я же говорю, не лезьте, шаловен руками секатором в это. Не уничтожайте, не делайте. Просто люди не поняли до сих пор тысячи публикаций. Я самая начитанная в стране на данный момент, наверное. Я 350 статей написал. 350. Книга рекордов Гиннес. Вот. Книги написал, бумажные книги. Жаль, лишних нет, я бы вам подарил. Вот. Книги на дисках, все это есть, видеофильмов уже сотни. И что получается? Я все, первый и последний, и все меня понять не могут. Если ты семечка, есть у тебя штамп, и тот еще может быть низкий, и то руки чешутся. Взять нижние ветки. Первые, нижние скелетные ветки, самые первые появляются. Первые покрываются плодами. Уничтожили их, нижний ярус, отложили на год. Еще один ярус, еще на год отложили. Вместо них раны и смерть. Вот. И вот то, что не поняли люди, что нельзя с боковой ветки, с каждой почки вырастить дерево. Вот тут есть, вот это может расставать. Ну, две. Ну, бывает на длинных ветках. Три. Остальное все не годится. Она может вырастить два метра, замереть навсегда. Вот. Всякое может быть. Самое главное, не лезть и не переделывать природу. Не делать с боковой ветки искусственный штамп. Вот сколько я наговорил. У нас даже, я потом познакомлюсь с непривитыми, потому что используют качество плодовое, да? Они тоже, ну, четвертый, пятый, шестой год у меня плодоносят. Это сказки, что надо 10-15 лет ждать. Даже как и абрикосы. Тоже четвертый, пятый, шестой год. Тоже сказки, что надо 10 лет ждать первого урожая. И они дают достаточно приличные плоды. А прививки на них дают уже вот это. Мы уже начинаем испытывать множество сортов. Я вам потом с таким познакомлю. Ахните. Новыми сортами, да? Вот. И заметьте, и обратите внимание, знаете, сколько ему лет? Четыре года, четвертый. Ничего себе. Прививка, один из причин и лучший качеств прививки в том, что мы получаем на второй, третий, четвертый год плоды. Для испытателей это вообще возраст, 65 стукнуло. А для простых людей, тем более. Как многих. Сынок, мне 70, я не дождусь. Как не дождется? Однолетняя сажница, он с цветами. Вот. Пойдемте дальше. от лады на молодом, от 90 грамм. Сейчас правда 40-50-60. Ну, уже старик. Черешня. Молодая, привита на вишню. С ладонь, лист. Да. Спутать невозможно. А у меня есть гибриды между вишней, Черешня. Вообще чудо. Да и тот, что читать невозможным. Что я вас угощал. А теперь обратите внимание, он привит на абрикос. Плоды держатся дольше, потом почернеют. Сладости в два раза больше. Почему? Интересно, что, да? Китайская слива сладкая. А на ней привитый абрикос. Не, не так говорю. Слива на сливе. Дает очень вкусные плоды. Но почему на диком абрикосе невкусном слива дает плоды в два раза слаще? Одна из загадок. Я ее разгадал. Только сейчас не это. Интригую. Кому надо, найдут мой сайт. Там все секреты. Или пусть со мной перепишутся. Как так? По двойме не вкусный, а сахар вроде раза больше. А вот так. Вот. Наслоение ментора. Одно из моих мировых открытий. Стало все понятно, да? Вообще ничего не понятно. Дело в том, что я родом с Украины. Меня увезли оттуда в 11 лет. Ну что я успел? Я успел проучиться там пять лет в школе украинской. Петь украинские песни красивые. Помню стихи. Хотите? Ну ладно. Стихи пропускаем. Песни Ровет Осток найдем широкий. Тоже пропускаем. Но нас кидали на сбор колосков, на сбор помидор и слив. И вот эти сливы из породы венгерок, это слива называется богатырская, да? Вот. Остались у меня в памяти уже в генетической. Как самое вкусное. Я сейчас вас буду угощать. Я люблю, чтобы сливы хрустели на зубах. Попробуйте. Вот. Чтобы они хрустели. Игорь, ну я же настоящий хозяин. То есть настоящий сибиряк. Сибиряк всегда гостеприимен. Ничего. Вот. Я не люблю слащавое. Но здесь такая кислинка, что это... Вы едите, а у меня полный рост слюни. Поняли? Вот. Две попытки. Первая попытка замерзла. Ну ничего. Настояние ментора вам стало ясно? Угу. Угу. У нее есть полуофициальное название уссурийская желтая. Почему? Родина, Дальний Восток. Есть отборная форма желтой хапты. Это благодаря дальнеустойчивым ученым просто выделили. Оно у меня тоже есть. мы уже собрали, кости уже это... Собраны, высушены, лежат, ждут, когда кому-то это надо будет, да? А вот это вот, как бы дикая форма. Посмотрите, какой урожай. А вы знаете, что уже несколько ведер с нее снято? Несколько ведер? Она вот так все была. Ой, это вообще ужас какой. Это остатки, как... На нее страшно было смотреть. Вот. Они тоже уже косточки выковырены, помыты, высушены и тоже ждут. Почему? Потому что, если желтые хапты у меня один год подмерзали, это, подчеркиваю, отборная форма, да? То это, морозы, что ему с 30, что 40, ну, 42 я тут видел на градуснике, ну, 43. Ну, подозрение такое, что выдержит 45. дальше не знаю, я не волшебник, я только учусь. Но я-то ее ничего с ней не делал, это не мое. Это я, значит, просто взял, для количества воткнул. Вот. Я даже на подвойне использую. Я хочу, чтобы у меня доставали, брали эти косточки. Прошу отметить в протоколе, что у меня лучшая коллекция косточек, абрикосов, вишен, слив, перчика. Самые растоки в мире не тут. По видам коллекции имеется в виду, которые семенным материалом может быть, да? Да, 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 именно семенным. Почему? Это как бы полудикая форма, но они же сладкие, вы попробовали? Сладкие? Так что им надо-то? Они мельче уже не будут никогда. Это она такая есть. И сахар они мельче не будет. Это самая настоящая дикая форма. Найдите следы прививки. Это корнесобственные. И это очень важно, почему? Ну, в Красноярске это анис, уже должны были быть сто лет назад. Здесь она у нас где-то лет сорок, как здесь развелась она. И моей заслуги нет, просто выкопал это. Посадил и все. Они же вон сыпятся, знаете, потом начинается сход. Так вот, специально говорю вам, красноярцу, поймите, это в каждом саду, это море витаминов, это соки, компоты, варенье, джемы, это дети здоровые. Вы понимаете? Ну, что вам еще надо-то? Это, ну, почему никто не занимается этим, я понять не могу. Сейчас считается, как бы, как бы, испорченная слива, или слива, это как бы лучшая луся. Я по-простому, опять в Академию Хакатаки. А здесь считается, что в ней гены абрикоса, пиржика, и сливы, и еще и сама луся. Ну, непривитая. Куда пошла? Наиболее дикую форму. А теперь скажите мне на милость, вот она непривитая, да? Я над ней ничего не делаю, я только правильно посадил. Ну-ка, теперь скажите. А правильно это как посадили? А я отдельно расскажу. Попробуйте, есть можно? Сейчас попробуем. Кстати, в этом году я еще не пробовал. Я бы сказала, что нужно. Кислоты почти нет, да? Дегонька такая, пикантная. Вы не застали мы эту, шелковицу? Люди не знают, что такое. Спрашивайте, я говорю, шелковица, плоды, вкус, слаще, поцелуя. Потому что подобрать невозможно, настолько она хороша. Вот. Есть вещи, которые я действительно потратил 30 лет. Есть вещи, где я только ткнул и сказал, вот он доказательство. Вот. Но она не может быть дичей. Не может быть так, чтобы мне каждый раз везло. Тут посадил, вкусное. Посчитается дикари, в дикую сторону, отклонение, все. Есть невозможно. Вот.